Подписывайтесь только, если вы будете его хвалить, иначе не подписываетесь. Все же падает, остеосторон падает. Я начал падать еще в 26. Получил его выбираю, и ты в результате. По площади все окей? Там завалено? Ручку тогда покрути и подними нос камеры чуть-чуть. Ты очень интересная персона по той причине, что у меня сейчас история переноса из русскоязычного сегмента в англоязычный. Приезд в Америку, в Лос-Анджелес, я адаптируюсь, ассимилируюсь, у меня самые-самые первые шаги. А ты один из первых, если не первый, кто давным-давно переехал. Я даже не знаю, больше уже американец, чем русский. Ты из России или из Белоруссии? Я из Белоруссии, но я часто летал из Белоруссии, в России. И когда ты приехал сюда? Тогда, в 96-м году. 96-й? 13 лет назад? Нет, 96-й. А, 23? Да. Ого! То есть, ты большую часть своей жизни уже живешь в Америке? Нет, уже 6, да. Русский я сейчас немножко... Короче, я забыл русский вообще, что... по такой степени, что мне трудно было, когда я приезжал в Москву, общаться с людьми. Что мне нужен был переводчик, когда я там проводил какие-то семинары. Вот я ездил в Москву, я помню, лет 5 лет. С Гусевым это было в тот самый раз. Да, с Гусевым. К Дмитрию Ешанкину мы приезжали. И я вообще просто забывал слова, не знал, как общаться с людьми. И Денис мне помогал. А сейчас, ну, более-менее начал с русскими общаться. Потому что, так как я жил в Нью-Йорке, у меня... Я не из таких, которые переехал в Америку... И привез с собой свой мир. Да. И остался в этом... Слушай, я уже заметил, в Лос-Анджелесе полно таких иммигрантов, которые за собой... Да, но они все... ...тачат всю культуру вот этой, живут в своей внутренней диаспоре и живут тем же миром. Слушай, людям очень интересно, как зарабатывают персональные тренера. У меня очень много в подписчиках персональных тренеров в России, в Украине, в Казахстане. Я не знаю, ну, сколько может зарабатывать, если для тебя это нормальный вопрос? И как сложно найти клиентскую базу? Если я... Ну, я вот прожил... Сколько? 20 с чем-то лет там, в Нью-Йорке. И... Ну, там совсем все по-другому, чем здесь, во Флориде, например. Там у меня цены могли быть 130 долларов за час. За одну сессию. Там можно делать хорошие деньги, потому что там у людей есть деньги. Больше платироспособные люди. Да. Но в то же время здесь у людей тоже есть деньги, но они хотят тратить на шоппинг, на всякие вещи, которые... Ну, не для... на здоровье, а именно на вещи, которые они просто хотят купить, потратить и показать, что у них там куча ремей. Да, да, да. Такие более пестрые, курортные. Да, да. А в Нью-Йорке все именно... Деловые. Пришли делать, делать быстренько. Да, да, да. Так что там у меня цена была 120-130 долларов в час. Здесь немножко меньше, 85-100. Ну, я не пытаюсь продвигать себя как тренер. Я больше как спортсмен. Понимаешь? И у меня есть фирмы, с которыми я работаю, там 4 фирмы сейчас. А как тренер это я так зарабатываю. Вот пару дней назад ко мне приезжал человек с Швейцарии. И часто приезжают... Просто твой подписчик, который знает, что ты в Майами, и он тебе пишет, и ты говоришь там 500 долларов за час. А он такой, окей. Я бы никогда 500 долларов не убрал. Знаешь, в Нью-Йорке есть такие люди, которые прямо пишут у них в Инстаграм, что они там кого-то потренировали. И сразу celebrity trainer. И цена такая у них там 300-400 долларов в час. В Gold Gym таких полно в Лос-Анджелесе. Все celebrity trainer. Да, да, да. Нет, нет обычных тренеров. Все селебные тренируют только. Конкретно говоря о глянце. У тебя же очень много обложек. Ты зацепил еще ту эпоху. На входе в Метрофлексе лежит Маслон Фитнес и Антон Антипов на обложке. А, окей. Прекромно. Я как раз собираюсь в Майами, а он сделал бы неплохо. Да, но я не знаю, потому что я часто даже сам не вижу журналы, которые выходят. Ну, я раньше был в модельном агентстве. И то же самое, что какие-то там работы ты делаешь для какой-то компании. Часто ты их не видишь, особенно тогда. Потому что тогда не было Facebook, Instagram, вот этого всего. И когда ты снимаешься, тебе просто деньги платят. И они выходят там где-то в Израиле, в России, там, например. И куча всего, где я был и что я рекламировал, я даже сам не видел. Не, я был на FIBO много раз. И вот впервые был в Америке на выставке. И я особо не уловил тонкого вот эту разницу. В чем она? Ну, для меня, я не знаю. Может, я привык к американским экспоузам. Но люди совсем немножко здесь другие. Потому что у нас так их много. По-русски сказать «зажванные», что ли, больше? Ты это имеешь в виду? Короче... Ну, к тебе так попроще относятся. А там больше восторга. Ты это имеешь в виду? Ну, да. То есть больше тебя «appreci»? Да. И... Экзотичнее, может, ты еще что? Я не знаю. Ну, я не знаю. Просто европейцы добрее, добрее, чем они. Да. Здесь просто кажется, что каждый ходит на экспо. Себя показать. Типа, я там такой-то, такой-то. Титулов никаких нет. Ничего они не добились, ничего не сделали. Но все равно без майки ходят по экспо. И показывают свои там намазанные массы. Знаешь? Окей. Прикольно. И у них там друзья. И толпа все такие идут. И все такие, о, в очках. И потом, когда они с тобой фотографируются, они еще получше. И вот так. И ты в результате. Звезда, к которой они подошли. Они типа хотят показать, что они круче тебя еще там, да? Ну, да. Понял. А там наоборот. Все наоборот. Ну, ко мне подходят. Да. Все скромные люди. И вообще. Такая энергия совсем другая. Плюс больше выберешь. Ну, ты знаешь, на олимпе FIBO это как будто три олимпии. Да. В одну. Все, да. Так что, мне там очень нравится. Давай несколько слов скажем про твои выступления. Ты выступаешь давно. И я так понял, как бы все еще активно выступаешь. Недавно где-то выступал. Ну, да. Кайфуешь от выступления? Я перестал кайфовать на последней олимпии. Я там уже когда на сцене был, понял, что мне уже это все надоело. И вот это пятая олимпия моя была. В каком ты был калауте? Или как там? Я не зашел, по-моему, в тап. В четырнадцать сколько? В третьем калауте что ли было. Там человек сорок. Ну, я где-то был в пятнадцатом-шестнадцатом. Но после шестнадцати не считаю. Ну, да. Все шестнадцатом. Да, да, да. Но я был за человеком, который стал пятнадцатым. Ага. Я настоящий шестнадцатый. Настоящий шестнадцатый. Но самое... Я, по-моему... Блин, это сильно обид. Это 2015 год. Я там выступил. Я был седьмой. Потом девятый. Потом... Что-то упал. Но мне нравилось... А? Что упал? Как думаешь? Ну, не знаю. Больше людей. Критерия поменялась сама. Из-за возраста сложнее форма стала делать? Не-не-не. У меня форма наоборот улучшается. А... Критерии просто в крайней связи же крупнее становятся. Ну, да. И я... Мне больше нравится функционально быть. Я не хочу там набирать именно вес, чтобы для кого-то... Потому что... Ну, особенно сейчас, знаешь, я становлюсь старше. У меня сейчас дочка. Я хочу хороший пример привести. Когда она будет на меня смотреть там. Ну, короче... Я знаю, что я могу нормально, если подготовлюсь. Но это... Я за две недели решил выступить. Понимаешь? Так что я хожу. Мне всего лишь там две-три недели подготовиться. Я буду... У меня обжаться, просушиться. Вот в этом году был мой сороковой турнир. Да. Офига. Все. Почти как Декстер Джексон в Мэнс Физик. Слушай, а может действительно ты рекордсмен по Мэнс Физик? Нет? Ты не сдавался? Нет. Не я. Да. Это там Мэтт Эктом есть такой. А сколько у него? У него, по-моему, сорок восемь или пятьдесят. Ну, мы в одно и то же время начали. Ну, если ты пробьешься плана по поводу того, чтобы дочка тебя посмотрела, то ты перебьешь его рекорд. Если будешь дальше продолжать выступать. Я не знаю, посмотрят. Выигрывают люди, которые... Я не хотел бы так выглядеть. И... Потому что они большие слишком. Ну, в чем претензия твоя? Ну, не претензия, а что тебе в них не нравится? Ну, много претензий. А, претензий, да? Во-первых... Во-первых... Часто спрашивают, кто твой тренер, кто твой коуч, кто твой спонсор, кто твой вот это вот все. Мне это не нравится. Коммерция не нравится в этом, да? Да. Вот это вот мне не нравится тоже. Потому что у меня никогда не было тренера, у меня никогда не было коуча, у меня не... Позинг коуча, ничего не было. Я сам все... Сам тренировался, сам все вырабатывал. Вот почему я столько много турниров делал. Потому что я все пробовал на себе. Например, если Ани Рэмбо от меня потренировал, я бы, скорее всего, чаще выиграл. Все, я тебя понял, да. Ну, вот такая вот фигня. А еще мне не нравится, что вот сейчас уже больше сайз, чем... Ну, именно объемы, да, чем на старец. Вот на некоторых смотришь, даже в Майами, я могу выступить спокойно на Майами турнире, купать. И у меня даже видео есть, где кто-то записал, как я... У нас была booth, и я там... А, I was pumping up. Там, потому что люди подходили... Подкачиваться, мы переводили. Да, фотографироваться. И кто-то подошел со сцены со мной сфотографироваться. Ну, я о себе. Я не какого-то там высокого мнения или что. Но сцена подошел ко мне, человек сфотографироваться. И, ну, я на него просто смотрел. Я такая, ну, ты выступаешь там, я не выступаю. Знаешь, и как-то, ну, немножко с ушей лучше выгляжу. Так что, для меня, если ты выступаешь, если даже есть объемы, он должен быть сухой, должен быть... Ну, все четко должно быть. Понимаешь? И просто иногда ты не понимаешь, почему ты выигрываешь и почему ты проигрываешь. Мне это... Слушай, ну, это субъективное все действие, вот эта вся история с политикой, со статусными тренерами, которые там могут... Это, в принципе, давно же было в индустрии. Мне кажется, еще со времен Джо Вейдера и Арнольда, как бы, в принципе, любимчик про этот, ну, как, если совсем уж по чесноку. Ты говоришь, раньше было по-другому, раньше-то когда? Ну, раньше, когда они не знали еще, что они именно хотят в Men's Physique. Сейчас они знают, что они хотят денег. Понимаешь? Сейчас даже делают турниры специально, чтобы в их стране выиграл их спортсмен. Да. Понимаешь? И предпочтительный какой-то медийный спортсмен. Если в Хуэй делают турнир, выигрывает человек из Хуэй, чтобы послать его на Олимпию, чтобы сказали, о, наш человек выступал на Олимпию. Понимаешь? Ну, вот это вот, ну, это фигня. Всегда говорили, в принципе, о фармакологии, но сейчас особенно много говорят. Часто залетает вопрос, вернее, даже неверие, абсолютно убежденность в том, что без фармакологии выступать там, на про-уровне, это невозможно. А Сергей, твой близкий друг, вот он как бы говорит, что да, нет, он точно не врет, точно натурал. Вот ты мне скажи, как это вообще возможно? И вот давай покажем, расскажем молодым парням, что возможно достигать хороших, высоких результатов, даже конкретно способность без использования фармакологии. Это так? Знаешь, я уже на эту тему у меня в каждом интервью просто даже, ну, я не знаю, что я могу сказать, потому что никто не слушает. Все равно. Не слушает? Я уже, ну, уже просто 350 раз об одной и том же говорил, и все равно никто не верит. Я выставлял там свою, я даже хотел предложить, что мы можем вместе пойти и сдать анализы крови, и ты потом своим подписчикам расскажешь. Вот у него там, я в этом не разбираюсь, так что ты можешь сам спокойно это, ну, я не знаю, ты улетаешь спокойно. Ну, можно сделать, но я как бы не к тому, я не хочу, я не хочу обострять, чтобы ты там доказывал что-то или что-то. Я хочу доказать себе и всем остальным. Я думал об этом часто, я даже вон у Сергея спрашиваю, потому что у меня травма спины, и я спрашивал часто про гормон роста. Поможет ли оно мне? Суставы там восстанавливают? Да, восстанавливают. А ты не только стероиды не применяешь, ты еще и гормон роста не применешь? Нет. Вообще ничего. Ну, я вообще не... И я вот думаю, как-нибудь это, я как-нибудь к этому приду, но я не знаю, я ничего об этом... А зачем? А зачем ты к этому придешь? Ну, потому что все же падает, остеосторон падает, гормон падает. Ну, 36 лет ты уже начал падать еще в 26. Ну, я думаю, в 30 с чем-то уже начинаю вот это. Но я не... Пока у меня все нормально, пока, кроме спины. У меня спина иногда бывает, сейчас колено. У меня колено, операция колена была в прошлом году. И если прямо так ухудшится, что ничего больше не поделаешь об этом, тогда я посмотрю. Может, с каких-то мелких таких вещей, как Growth Hormone, может, начну. Но вот что я и говорил, что когда я выступал в Men's Physique, все было по-другому. Понимаешь, там не было... Не судили по именно объему, судили по пропорциям, как ты выглядел, просто идешь на сцену. Это было Beach Body Look. И если у тебя все симметрично, если ты выгляжешь отлично. И там даже у них в Criteria было написано, что если ты очень сухой или очень, там, too much мышечной массы, они... То это тоже нехорошо. Да, да. Тогда это все уже. Disqualification. И потом как-то все поменялось, и никому они об этом не сказали. Люди, которые работают с тренерами, с судьями, с теми, которые все это знают, им легче. Потому что они знают, что им можно делать на сцене, как им можно выглядеть, какие там цвета шорты, под какого судью можно одевать. Понимаешь? Я... Ну, серьезно. А на некоторых турнирах они тебе скажут, что им не нравится красный цвет. И из-за этого ты занял третье место, а не первое. Ну, что за херня такая, знаешь. Ну, а по этой формакологии... Даже человек не знает, как это произносится нормально. Как его не проверить? Формакология. Формакология. То же самое, что тогда не надо... Серега мне сказал, что ты не знаешь названий, ты не знаешь ничего. То есть человек, который там прибирает, он хотя бы... Даже нет. Он сказал, что ты никогда эту тему не поднимаешь. В любом... В любых залах, когда как бы встречаются там качки, там выступающие, сразу что... А ты что там? А это? А как оно там? Чуть-чуть-чуть-чуть. То есть это как бы сразу тема, которая без камер начинает обсуждаться. Он говорит, Антон никогда эту тему не поднимает. Ему как будто не интересно, и он ни фига мне не мешает. Но это... Это самый первый вопрос, когда люди встречают меня. Да? Или даже которые меня не знают, подходят в зале, на чем ты сидишь? Да. Знаешь, и когда я говорю... Никогда не тренируешься, да? Или там сколько ты тренируешься? Или ты ешь, сколько ты это, что-то там это. Что ты юзаешь. Что ты принимаешь, и что ты колешь, и... Ну... И когда я говорю, что ну я ничего не это... Они обижаются, потому что я... Ну да, да, да. Ну мы не снимаем, ну скажи-то на самом деле, да? Зачем врать? Ну, я никому... И знаешь, я не пропихиваю никому ничего, что... Вот сейчас вот это... Ну, так смешно даже, что люди из этого пытаются как-то сделать деньги, что... Говорят, что я там натуральный там... Я убрал это вообще с своего Инстаграма, потому что меня уже заикупали. Извини. У меня такая фигня была, что я прям аж там в Инстаграме с ним... Ты отвечал там близко к сердцу, правда? Ну да, у меня даже мама, я маму заблокировал, потому что она начинает им там тоже... Что? Мама начинает... Ты видел, что они про тебя написали? Ну и... А, чтобы она не видела, как тебя обижают там... Ну, они чтобы не заходили на ее страницу и там ее... Начинали, знаешь, это... Даже так? Да. А за что маму можно было хейтить? Ну, а она сказала, что мой сын там ничего не... Они такие, а, там... Короче, ну, Инстаграм, это же тролли, они же все такие... И пытался объяснить кому-то и сказать, что... Ну, давайте так, если вы хотите, я в любое время года, когда я выступаю или не выступаю, сдам анализы. Только если оно возвращается, что я чистый, тогда вы просто выпиваете эту маленькую cup. Urine test. Давайте так, да? И... А если я что-то fail, какой-то drug test, тогда, ну, я не знаю, я вам заплачу там 2000 долларов. Ага, 5000 долларов. Whatever. Я никому никогда не пытаюсь вот это вот продвинуть, это... Люди этого просто не понимают, потому что, знаешь, сейчас с Инстаграмом, с YouTube... Если ты пишешь, что ты lifetime natural, то ты набиваешь себе цену. Ты такой красавчик, тебе удалось, а другим нет. Вот это как бы... И это люди педалируют, на этом люди спекулируют. Да. Но есть как бы вещи абсолютно очевидные, когда человек весит 120 килограмм сухого мяса, и как бы, ну, тут ни в какие ворота. Ты каким бы ни был гением, это просто нереально. Но в то же время, знаешь, мне 36, и мне пишут... Сколько ты весишь? Сколько рост у тебя? Ну, сейчас... Рост 5,11 фит. Блин. Я не знаю. По-нашему. О! Да ладно. Семьдесят восемьдесят восемь, это выше. Семьдесят девять. Да? Окей. Ну, и сто девяносто пять, по-моему. Сколько это больше? Восемьдесят девять. Да не может быть. Я девяносто вершим. Слушай, ты совсем... Ты выглядишь гораздо крупнее, чем эти цифры. Пропорции... Ну, в принципе, рост и вес, получается, он совершенно не космический. А, я хотел сказать, что... Выглядишь так круто, потому что, как бы, у тебя хорошо выделяется вот как бы... Паппинг мышцы, то есть... Ну, я потому что на детали. Я все специфически так тренирую. А что я хотел сказать, это что в Инстаграме, если мне кто-то пишет, человеку, например, восемнадцать, двадцать, девятнадцать, знаешь, вот это вот... That's the demographic of people, которые часто пишут всякую фигню тебе, да? И я просто говорю, что я тренируюсь уже намного дольше, чем... До того, как ты вообще появился на этом мире. Так что, как ты мне можешь что-то... Какие-то претензии мне говорить, когда ты вообще... Ну, я начал тренироваться, мне было, там, девять лет дома. Да. Знаешь, потом я серьезно уже, там, восемнадцать. Ну... Вот такой вот аргумент, что... Люди просто привыкли, все быстро-быстро-быстро, а мне наоборот. Если бы ты мне сказал, что мне... Антон, тебе двадцать лет это займет, достичь таких результатов... Я бы сказал, что вот так черный. Давай. Я кайфую от этого, мне нравятся. Мне нравятся тренировки. Сервис, знаешь, я не люблю записывать ничего. Интервью, вот это вот все, всякие ролики, вот это... Это я не люблю. Сцену тоже не люблю. Мне нравятся тренировки. Сцену не любишь. Не, мазаться вот это вот... Блин, я тоже не люблю. Я несколько раз все выступал, терпеть не могу. Я думал, я один такой кривой. Серега, он балдеет, по нему видно. А, это мое. Это класс. Если тебе это нравится, конечно. Круто. Спасибо тебе за твое время. Да, не за что. При том, что не любит сниматься, довольно общительный получился у нас в нашем интервью. Может, это спортфаза его так расположила, не знаю. Или просто сегодня так звезды сложились. Получилось, по-моему, неплохо. Антон Антипов, я оставляю ссылки на его инстаграм в описании под этим видео. Ему плевать на соцсети, но вы все равно на него подпишитесь. Подпишитесь, только не пишите хрен всякую, я вас заблокирую. Да, он сразу вас заблокирует. Подписывайтесь, только если вы будете его хвалить. Иначе не подписывайте. На этом все. Всем пока. Пока. Спасибо. Спасибо.